Посмотрите, на чем всегда основан юмор. Он основан на том, что нарастает некий аффект, причем это аффект, как правило, негативный, и мы его переводим на позитив. Откуда берется негативный аффект? Давайте подумаем, какие есть истоки, где может сформироваться противоречие или противопоставление. Столкновение интересов. Совершенно верно. Взаимоотношения полов, агрессия, это как правило тема столкновения интересов. Второе, это столкновение высокого и низкого. Посмотрите, у вас там есть чудесная картинка, где дворник, сбивающий сосульки с крыши, на ломе у себя рисует звездочки. То есть вы же знаете, что имеется в виду. Вы люди поколения постарше. То есть за каждый сбитый самолет рисовали на фюзеляже звездочку. Соответственно, если он сбивает сосульки, то вы понимаете, за кого он рисует звездочки. За тех, кому он голову проломил этой сосулькой. Ну вот видите, на самом деле эта карикатура вышла в 2007 году, когда массово в Петербурге людей убивало, как говорила губернатор Матвиенко, сосулями. С сосулями, да. Вот. Значит, тогда же она предложила резать сосули лазером. Вот. Причем это не шутка была, простите. Она это всерьез сказала, что почему бы, например, не резать сосули лазером. Вот. Нет, к счастью, лазером не резали. Ее просто из мэров перевели в спикеры верхней палаты парламента, вот, чтобы она уже ручками ничего не касалась. Да. Помните, у царя Медаса были ручки, которые все превращали в золото. Вот. Дальше, да, то есть высокая и низкая. Там доброта и коварство, например, да. Или злое доброе, да, вот такое. Два уже перечислили. Еще какие примеры, да, когда возникает юмор. Это сложное и простое. Ну, например, папочка, а почему светит солнце? Понимаешь, сынок, солнце – это шар раскаленного газа, в котором из-за термоядерной реакции происходит выделение энергии. Пап, а ты с кем сейчас разговариваешь? Вот. Сложное и простое. Так. Еще какие есть варианты? Нарушение последовательности – это, ну, например, был такой фильм «Боевик» со Шварценеггером. Сейчас я почему про него вспомнила, потому что сейчас у нас в Москве все увешано афишами, Шварценеггер опять возвращается в кино. Слушайте, столько людей не живут, сколько он в кино возвращается. Так вот, фильм был «Бегущий человек» назывался в конце 80-х. И там была чудесная фраза. Представляешь, он мог тебя изнасиловать, а потом убить. Или еще хуже – убить, а потом изнасиловать. Да? То есть вот комический эффект обеспечивается в данном случае, ну, понятно, это сальная такая острота, вот, но она обеспечивается нарушением последовательности действий, да? Еще хуже. Ну, что хуже, когда убили, да? Поэтому это воспринимается как нечто забавное. Или нарушение последовательности. Допустим, какие могут быть? «Авчих, один, супер! Что? Ну, значит, два психически больных в палате номер 6. Они ему говорим, говорит, слушай, а давай, говорит, Ваське голову оторвем. Говорит, а зачем? Говорит, послышишь, как прикольно. Просыпается Васька с утра, а у него голова в тумбочке. Да? Вот оно, нарушение последовательности. Вот. Что же оно все время падает? Хочет что-то мне сообщить. Так, какие еще могут быть источники юмора? Юмор по созвучию. Ну, по созвучию, я думаю, многие вы слышали шутки. Но я вам приведу пример. Я его лично наблюдал на подростках, коль уж мы про них сегодня говорим. Значит, словарный диктант, класс, может быть, седьмой, что-то такое. Учительница диктует слово. Настурция. Да, вот вы поняли, как. И мальчик одевает. Ну и значит, у него-то понятно, почему такое восприятие, потому что подростки, гормоны и все такое. Но это реальный... Причем он так не пошутил. Оно так получилось. Он сидел потом красный, как рак. Мне его даже было жалко. Хотелось подойти и по голове погладить, сказать, что ничего, ты подарил мне чудесный просто пример для работы. Помимо созвучия, это же может быть какое-то внешнее противопоставление. То есть то, что внутреннее на самом деле сходно, внешнее отличается. Ну, например, чем отличается демократическая Россия, это вот я недавно прочел опять в интернете шутку, от кровавых сталинских времен. Тем, что в 1937 году в тюрьмах сидело на 100 тысяч человек меньше. Вот. То есть внешнее различие, внутреннее сходство. Ну или наоборот, да, внутреннее различие, внешнее сходство. Шутка с русского радио, когда там еще Фоменко озвучивал шутку, да, как причудливо бывает природа, вздохнул ежик, отходя от кактуса. Да? Вот. Посмотрите. То есть на самом деле источников юмора не так много. И все они зиждутся на том, что логика, к которой мы с вами привыкли, то есть Аристотелева логика, да, она оказывается нарушенной. Скажите, пожалуйста, мало ли ситуаций, в которых мы с вами оказываемся, в которых Аристотелева логика нарушена. Да, по-моему, у нас вся жизнь протекает в нарушенной логике. Скажем, когда мы с вами, да, вот приходим работать, ну, в школу, я вот, например, в больницу, государственное учреждение, и нам директор, или у меня главный врач, завуч говорит, вы должны хорошо работать. Почему вы плохо работаете? Следующая фраза. Почему вы так много времени проводите у больных, а бумаги вовремя не оформляете? Понимаете, да? Есть сходство с ситуацией психолога в школе? Да. Что это вы все у детей, да у детей, а кто будет бумаги оформлять? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!